Я люблю, ненавижу, у меня срывает крышу, это всё, потому что, потому что, потому что психушка. Ну что, я могу сейчас с гордостью заявить, что... Когда у нас было последнее интервью? Наверное, год назад. Год назад. Ты поймала сегодня в сеть золотую рыбку, понимаешь, ту самую на этом празднике. А это кто, получается? Я тогда самая крепкая сеть, получается, чтобы смогла тебя поймать. Да, конечно. Поймала Валю Карнавал, должно стать мемчиком. Мы действительно давно не виделись, мне очень приятно, что я сейчас буду давать тебе интервью. Но номер своей карточки не дам. Номер можешь не давать, главное, три цифры сзади мне продиктуй. А я по связям уже всё узнаю. Вот, люблю, когда ты улыбаешься, смеёшься, вот это, мне кажется, сейчас прям все заметили, что ты прям как-то ожила, и глаза светятся, и не из-за света. Вот, что такого происходит в твоей жизни, что ты настолько цветёшь сейчас? Настолько я цвету, как цветок магнолий, понимаете, пахну, расцветаю. На самом деле у меня просто сейчас всё очень хорошо. Я, наверное, никогда не чувствовала себя так спокойно, я никогда не чувствовала себя настолько счастливой. Вот, правда, я как будто бы всё это время жила, и, ну, как-то не так, что ли. Я постоянно была в каком-то коматозе из проблем, каких-то ям я выбираюсь из одной в другую, залаживаю, что-то постоянно решаю. А сейчас я ничего не решаю. И я так рада, что я немного расслабилась, что я счастлива, я любима, и вообще всё прекрасно, всё у меня прекрасно, поэтому я так сияю. А были ли, может быть, в последнее время какие-то ситуации в твоей жизни, которые, может быть, могли как-то кардинально сказаться на тебе, или после них ты ловила какую-то, не знаю, мысль? Я могу так ответить. Вот у каждого же человека есть определённый урок, который, когда он не проходит, Бог ему посылает заново этот урок до тех пор, да, пока он его не усвоит наконец-то. И вот я не буду говорить, что это, но я усвоила самый главный урок в своей жизни. И недавно, когда я это всё вообще в совокупности в целом поняла, проанализировала и осознала, я такая села и думаю, вау, вот то есть всё то мне надо было пройти, чтобы сейчас чувствовать себя вот такой счастливой и классной, и вообще обалденной, и серьёзно. Вот через то всё, а можно было бы этого не допускать? Да, но я понимаю, что все уроки в жизни важны, очень ценны, и ты до конца жизни с этим багажом будешь идти, уже не наступать на определённые грабли. Так что, ребята, если у вас в жизни повторяется одна и та же ситуация, вы там как бы решите её уже конкретно на корню, вот, и всё будет классно. Приходилось ли тебе опять же сталкиваться с хейтом от наших каких-то звёздных коллег, друзей и с огромной поддержкой, которая тебя могла удивить? Проект «Звёзды в Африке». В какой-то момент жизни я в себе замкнулась, никуда не выходила, да, никуда не выходила, ни с кем новым не знакомилась, у меня вообще это табу стояло, и круг лиц моих близких друзей очень мал, вот правда. И когда я ехала на проект, я морально готовилась к тому, что мне будет очень тяжело, ещё осознавая, что там будут взрослые люди, с которыми я, возможно, не найду общий язык, я от этого прям сходила с ума, но каково было моё удивление, когда я ожидала, что меня будут хейтить, как-то ненавидеть, ещё что-то, я со всеми нашла общий язык, со всеми, абсолютно со всеми. Конечно, иногда я смотрю серии такая, думаю, нифига себе, вы там говорили, чушь какую, но все эти люди, я отношусь к ним с уважением, вот, и очень меня это поразило, вы знаете, прям потрясло, вот такой случай был. А вот положительное, что ты, наоборот, почувствовала какую-то поддержку, получила, возможно, человек, которого ни разу не получала, и ты такая, ого, типа, вот это круто. Нет, такого не было, такого не было. Так что, уважаемые звёзды нашего российского шоу-бизнеса, окажите поддержку. Валя, карнавал, и шокируйте. Мой директ открыт для ваших письм, если вдруг хотите меня похвалить. Валя, музыка. Сейчас пошёл тренд, все пишут какие-то совместные коллабы. Вот у тебя с кем-то планируется какая-нибудь интересная коллаба? Нет, на данный момент нет. Нет, возможно, где-то что-то есть, но объясню, почему я этого не хочу. Я до конца не чувствую себя, знаете, певицей, до конца певицей я себя не чувствую. Я постоянно с собой недовольна, и я пока не чувствую, что я написала супер-мега какой-то классный, сочный хит, и я хочу этого сделать сама, прям сама написать музыку, сама написать текст. Вот, поэтому я не хочу пока ни с кем коллабы, чтобы потом мне не говорили то, что «Ага, вот она из-за той песни, из-за того фита стала такой популярной». Нет, я хочу сама, чтобы я потом смотрела на всё и думала, да, вот это сделала я. И это классно. И чтобы никто меня не мог упрекнуть. Для всех, мне кажется, сейчас сюрприз, то, что я так показываю сейчас свою жизнь, что-то снимаю, прям активно веду социальные сети. Хотя я раньше этого не делала. Вот, наверное, вот это сюрприз для всех. Не страшно настолько быть открытой сейчас в социальных сетях? Нет, уже ничего не страшно. Мне уже ничего не страшно. И какие-нибудь два слова своих поклонников? Я вас люблю очень сильно. Знаете об этом. Милая, Валя карнавал, а я пошла, в принципе, ну слушать все секреты без микрофона. Да, погнали. Всё расскажешь. Только расскажу тебе. Пошли, пошли. Я люблю, ненавижу, у меня срывает крышу это всё, потому что, потому что, потому что психушка.